Ваше Высочество, Хрмэтле Галидиноплэре Карим Ага-Хан, Уважаемые участники церемонии, дорогие друзья, Яхандуслар! Проведение в столице Татарстана церемонии вручения известной в мире премии Ага-Хана в области архитектуры, охраны исторических памятников и ландшафтной архитектуры для всех нас знакомые и очень значимые события. Позвольте прежде всего выразить в словах глубокой признательности от имени президента Республики Татарстана Мениханова Рустама Нургалиевича и от всех татарстанцев за высокую оценку реализуемой Республики программы по развитию общественных пространств и право проведения данной церемонии в Казани. Бигзур Рахмат, спасибо Вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Успешно развивающийся многонациональный Татарстан все чаще становится ареной крупных международных форумов, проводимых в Российской Федерации. В этом мы видим подтверждение правильности курса преобразований в республики, направленных на благо человека. Мы опираемся на богатое историко-культурное наследие нашего народа, его вклад в общее достояние всего человечества. И не побоимся мы об этом громко заявить. С особым вниманием относимся к сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия возрождения духовности, что может быть в наше время ценнее. Для нас одинаково ценно и мусульманские святыни древнего Булгара, и православные места острова Градсвияжск и Казанский Кремль. Эти три исторических объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту работу, как я неоднократно высказывался, мы всенародно ведем от души и для души. Пользуясь присутствием на сегодняшней церемонии бывшего генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и руководителя госсотрудничества бывшего постоянного представителя России при ЮНЕСКО, она уже выступила, приветствовала нас, Елеонора Митрофановой, хочу поблагодарить вас, их от имени всех татарстанцев, за плодотворное сотрудничество в возрождении исторического наследия. Бигзур рахмас изгад на все времена. Мы сегодня также находим конструктивное взаимопонимание с новым руководством ЮНЕСКО и ее институтами. Хочу отметить, что Республиканский фонд возрождения, председателем по аппетитическому совету которого я являюсь, в этом году завершил 9-летний проект по возрождению исторических памятников Древнего Болгара и острова Града Свяжск. Совсем недавно мы приступили к реализации проекта создания полилингвиальных образовательных комплексов, где дети будут получать образование на трех языках – русском, татарском и английском. В связи с этим хочу сказать, нам приятно осознавать, что вам, ваше Высочество, как общественному деятелю и человеку, основавшимся в нескольких ущипных заведениях по всему миру, эти проблемы очень близки. Вы как-то сказали, сегодня мы живем в обществе знаний, в котором доступ к высококачественному образованию и исследованиям приводит к устойчивому развитию. Этим нельзя не согласиться. Это действительно так. Мы полностью разделяем эту Вашу мысль. Более того, Вы реализуете крупнейшие благотворительные образовательные и гуманитарные проекты, поддерживаете инициативных творческих людей, независимо от национальной и конфессиональной принадлежностей. Ваша миротворческая миссия, Ваше стремление сблизит цивилизации и достичь единства в разнообразии, созвучно нашим целям. Особенно мне, как специальному посланнику ЮНИСКО по межкультурному диалогу. Этому был посвящен получивший широкий общественный резонанс Международный Казанский форум, который мы провели с успехом в сентябре прошлого года. Многие реализованные в Татарстане проекты направлены на решение самых насущных жизненных проблем населения, что Вы очень точно сегодня сказали эту необходимость. Это программа по ликвидации ветхого жилья, сположной газификации и информатизации населенных пунктов республики, строительства дорог и другие. Когда мы с Вами вчера летали вертолетом Булгары, Вы были очевидцем то, о чем сейчас мы говорим. Все даже отдаленные населенные пункты, трудно даже поверить, действительно газифицированы и строятся дороги. Достоинным продолжением нашего устремления стала инициатива президента нашей республики Рустама Мениханова в 2015 году по реализации программ развития общественных пространств. Не так ведь это давно было объявлено. Теперь же во всех крупных городах и большинстве районов республики есть красивые парки и скверы, места, где каждый найдет себе занятие по душе, где удобно и безопасно. Это достаточно сложная и ответственная работа, в которой не обойтись без профессионалов. Поэтому мы проводим постоянное обучение специалистов, работаем с местными мастерами, бизнесом, что позволяет эффективнее использовать ресурсы, развивать местную экономику и создавать новые рабочие места. Все это делает, к счастью, что очень перспективно уже молодая, амбициозная команда, которая трудится на благо татарстанцев, и они это сами также ответственно чувствуют. За пять лет проделана огромная работа. Построено больше 330 набережных, бульваров, площадей, парков, скверов. Завершается работа еще на 60 объектах. Создание комфортных общественных пространств – это прежде всего забота о людях. Она порождает любовь и уважение к родному краю. Уважаемые участники серемонии, для нас большая честь быть удостоенными премии Агахана в области архитектуры, наравне с еще пятью проектами из Бангладеша, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала и Бахрейна. Мы от всей души с вами их также поздравляем с этой большой победой. Это добавляет всем нам уверенность в том, что мы идем по правильному пути. Нацеливает она нас на развитие. В настоящее время в Республике запускается новый трехлетний проект по благоустройству дворов многоквартирных домов, чтобы и они стали зоной уюта и комфорта, которого так не хватает в агломерациях. На эти цели будет выделено порядка 50 миллиардов рублей в ближайшие годы. И об этом было заявлено и учтены во время прошедшей успешно выборной кампании. Люди высказывались, каким образом подойти к решению. Это первые, которые беремся за такие социальные проекты. Ваше Высочество, эту премию мы рассеиваем как высокую оценку всей многогранной деятельности, ведущейся в Республике в интересах людей. Большое спасибо, Бигзур Рахмат Варшинда. В заключение хочу сказать, что мы открыты для сотрудничества с Фондом культуры Агахана. В настоящее время ученые Академии наук Республики Татарстан и Казанского федерального университета активно занимаются научной проработкой Великого Шелкова и Великого Волжского путей. С начала 2000-х годов проводятся научные конференции, семинары и круглые столы, посвященные этой теме. Тема Великого Шелкова пути является для Татарстана, также и для в целом России актуальной. Ученые определили, что наиболее важными для Российской Федерации являются Волжский, Кавказский и Сибирский коридоры. И уже началось у нас тесное сотрудничество в этой части странами Центральной Азии, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркминстаном. В 2018 году наш представитель-эксперт принял участие и выступил докладом на Пятом Координационном комитете стран-участников трансграничной номинации ЮНЕСКО «Великого Шелкового пути», который объединяет более 12 стран этих территорий. До конца текущего года в Иране запланировано заседание 6-го Координационного комитета, учитывая то, что Татарстан располагает высококвалифицированными специалистами-учеными, признанными экспертами институтов ЮНЕСКО, мы смогли бы, Ваше Высочество, принять участие в совместной разработке проекта по изучению отдельных коридоров «Великого Шелкового пути». Я надеюсь, что мы найдем точки соприкосновения в осуществлении и ряда других проектов, нацеленных на реализацию наших общих благородных целей. У нас и вчера на месте, на Булгаре также был предметный разговор, как можно использовать Ваш величайший потенциал в архитектуре и как сегодня Вы, я должен сказать, очень умно, не побоюсь я этого слова сказать, нам открыли значение современной архитектуры в увязке с природой, ландшафта, окружающим миром, чтобы она была в интересах человека. Поэтому то, что мы с Вами встретились, с Вашей прекрасной командой, это нацеляет на то, что мы найдем еще пути к прекрасным проектам. Главное, как у нас говорят, двигаться дальше, хараката баракат. Спасибо за все.